Трежь всего давить, смотрим вот это предплечье, положил кисть один раз, да, и положил кисть второй раз. Немножко меньше, так, чем половина предплечья. И можно с размером голову сложить. Взял основание кисти, положил вот так вот, под подбородок. Кончики пальцев не лезем. На голову. На голову, да? А, да, с голову. Значит, вот у вас примерный размер кисти. Так, ну отдельные пальчики можно не рисовать, это вообще сложное занятие. Вот. А вот это, вот эти все пропорции, все нормально поймали, у вас вообще хорошо. А, да, с ребрами чуть позже. Попробуйте это хозяйство одеть уже, вы помните, как тело положено? Попробуйте одеть сверху почву, посмотреть, как будет выглядеть конкур человека. Угу. Да, смотрим. О, какой классный. Да, вот это все в стиле, конечно, в зоне не горюй. Это никакой не день победы с черком и молотом. Здесь нужен звездно-полосатый флаг, да, и абсолютно 7 июля. Но здесь возникает некоторое слово. Скажите, у вашего солдатика, что толще, нога-коленя или середина бедра? У него что, танк здесь проехал? Вот какой угорец его серединой бедра случится? А-а-а. Нет, вы знаете, так отрезать нельзя. Это какая-то заточка типа карандаш. На войне, как на войне. По кругу. Значит, давай карандаш, давай. Нет, ясно, что на войне все бывает. Но вообще-то у нормального человека нога, конечно, вот так пойдет. Да, мальчик не воюет. Она вот здесь потолще, чем у основания колена и у основания. Так, ну и, соответственно, и здесь. А почему вдруг этот звездно-полосатый флаг будет? Ну, а потому что у вас изображение совершенно в американском стиле. Причем для этого стиль даже название свое есть. Так, это такой американизированный примитив. Совершенно так же. Предплечья не могут быть вот здесь тоньше, чем здесь. Вообще у солдата бицепсы должны быть. А бицепсы выступают. Понятно? Хорошо, дельтовидные мышцы вот эти должны быть. А иначе просто руку так не поднимут. Это значит, на плече вот здесь выступ. Понятно? Понял. Во, во, во. Ну, вот так. У вас вполне бодрый получился, Джонни. Да, он бодрый. Да, но это правда совершенно традиция к современной политкорректности. У вас получилось скорее военнослужащая, чем военнослужащий. Потому что общая пропорция женская у вас. Ну, так бывает. Значит, это израильская армия. И в старской армии полным-полно большин. Да? Да, конечно. Я уж не говорю, что вы взрываете, что вы задумываете. Так. А теперь давайте подумаем еще раз. Я говорю про это. Так. Какой-то десятый раз. Попробуйте делать кошку. Вот то, что вы делаете. Значит, смотрите, я подтягиваю колено к груди. Где у меня колено сюда окажется? Попробуйте этого человека. Вот он поднял ногу. У него колено когда-нибудь до плеча достанется? Лицо. А в чем дело? При таких ногах какой длинный куловище должен быть? А танец-то какой? А при таком куловище ноги должны быть? Яблочко. Похоже. Да? Похоже. Яблочко. Так, ну-ка. Скорее всего. Попробуйте. Наращивай плоть, корми, корми. Пять грамм подболточной муки вернуть. Все восстания начинались с пяти грамм подболточной муки. Какой-какой муки? Подболточной. В войсках полагается пять грамм подболточной муки. Что это подболточная мука? Подболточная. Ну, это в первое насыпают, чтобы жижа, которую выдают за суп, казалась гуще. И вот в пайке солдатам полагается пять грамм подболточной муки. Ага. Вот такой фишки. Чтиль, конечно. Погончиком это. Не солдаты. Приятного аппетита.